Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! Сегодня предлагаю рецепт бесподобного торта. Для его приготовления не понадобится даже духовка. Коржи выпекаются на сковороде. Этот нежный десерт готовится легко и просто. Все перемешал и готово. И, конечно, не обходится без сезонных ягод. Я буду использовать клубнику. А список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Для начала к муке добавлю порошок какао, разрыхлитель и просто размешаю венчиком. К яйцам комнатной температуры отправляю соль, сахар и ванильный сахар. Взбалтываю венчиком до растворения сахара. Затем наливаю рафинированное растительное масло и молоко. Высыпаю сюда смесь муки, какао и разрыхлителя и размешиваю до исчезновения комочков. При помощи весов разделила тесто на три части. Отделяю одну часть, можно сразу разлить по трем разным мискам. Сковороду хорошо нагреваю и смазываю буквально несколькими каплями масла. Выливаю третью часть теста, равномерно распределяю, накрываю крышкой, желательно, чтобы она была с отверстием для выхода пара. Отправляю на умеренный огонь и держу до готовности. Для верности, как обычно, проверяю деревянной палочкой. Выкладываю корж на решетку, даю полностью остыть и таким же образом выпекаю оставшиеся два коржа. Для крема желатин заливаю водой и, согласно инструкции на упаковке, дам ему набухнуть, затем нагрею и остужу. А вы действуете согласно инструкции на вашей упаковке. К сметане, которую лучше брать пожирней, добавляю сахар, ванильный сахар и взобью миксером до растворения сахара. И потом, постепенно вливая остывший желатин, продолжаю размешивать на средних или малых оборотах. Затем ненадолго уберу крем в холодильник, но не дам ему застыть. Буду постоянно проверять и помешивать. Вокруг коржа устанавливаю кольцо, бока прокладываю полосками, вырезанными из канцелярской папки, вместо ацетатной пленки. Выкладываю часть крема и разравниваю. На крем распределяю клубнику, порезанную кубиками средней величины. Опять немного крема. Друзья, на моем канале есть еще больше рецептов с клубникой. Ссылку на плейлист вы сейчас видите в правом верхнем углу экрана. Следом укладываю второй корж, слегка придавливаю и еще часть крема. Если вы хотите получить влажный тортик, каждый корж можно пропитать сиропом или просто молоком. Далее опять клубника и крем. Третий, последний корж я укладываю гладкой стороной наверх. Наношу крем. Немного крема можно оставить, чтобы потом обмазать бока торта. Но, честно говоря, без этого он выглядит даже красивее. Отправляю торт в холодильник до полного застывания, затем убираю форму и пленку. Украшаю торт незатейливо кусочками клубники. Вы украшайте на свое усмотрение. Торт получается очень мягким, нежным и без пропитки, с насыщенным вкусом шоколада и клубники. Конечно, вместо клубники сюда подойдут любые ягоды. Этот торт очень вкусен, например, с вишней, с персиками или с малиной. А крем вместо сметаны можно сделать на основе взбитых сливок или творожного сыра. Очень надеюсь, что этот рецепт вам пригодится. Особенно, если вам не хочется включать духовку или ее у вас просто нет, например, на даче. Если вам нравятся такие десерты, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok